Откуда взялся снеговик? Жители северных стран лепили снеговиков еще в глубокой древности. Снежные фигуры, напоминающие людей, изначально были такими же идолами, как и изображения из дерева, камня и соломы. В древние времена всем народам был присущ единый и общий ритуально-обрядовый первосюжет. Он внедрялся в мифы, ритуалы, обряды, праздники. Эти обряды были связаны с почитанием язычниками умирающего и воскресающего божества. То есть, по сути, снеговик символизировал божество, которое умирало, расстаивало и воскресало вновь в следующую зиму. Русская снежная баба родственна чучелу масленицы, которая сжигают, провожая зиму. И масленицу, и снежную бабу некоторые исследователи возводят к образу богини Марены или Макошки, главного женского божества славян. Изначально Марена символизировала смерть и возрождение, смену времен года, плодородие, но позднее ее стали считать лишь воплощением зимы и смерти. Однако, в отличие от чучела масленицы, снежная баба утратила свое магическое значение так давно, что сохранилась в народной памяти лишь как символ зимней забавы. В Северной Европе была распространена мужская ипостась снежного идола – снеговик. Самое раннее известное науке изображение снеговика датируется 1380 годом. Оно украшает поля часослова, хранящегося в Голландии. По мнению исследователя Боба Экштейна, это доказывает, что к тому времени снеговик был широко известным персонажем, входил в культурный код средневекового человека. А самая ранняя запись о снеговике относится к 1408 году, когда флорентийский виноторговец Бартолом Юдель Каратца написал в своем дневнике о незабываемой снежной скульптуре высотой в две браки – около 120 см. Вероятно, уже в XIV веке европейцы лепили снеговиков исключительно для развлечения. Связанные с ними суеверия долгое время охранились лишь в Норвегии. Там делали из снеговика белых троллей, которые защищали от злых духов. В художественной литературе одним из первых снеговика упомянул Вильям Шекспир. В его хронике «Ричард II» 1597 года фигурирует некий снежный король. «О горе! Столько зим прожив на свете, не знаю, как мне называть себя. О, если б я был шуточный король! Из снега слепленный и мог растаять, растечься мог под солнцем Болингброка!» Такие строчки посвятил Вильям Шекспир снеговику. Современное название снеговика возникло в XVIII веке в немецком языке. В 1770 году в Липциге вышел сборник детских песен, который включал песенку «Шниман». После этого в английском языке закрепилось слово «сноумен». Русское слово «снеговик» получило распространение лишь в XX веке. Например, в произведениях Александра Пушкина или Антона Чехова оно не встречается ни разу. В России, в отличие от Европы, все снежные скульптуры имели свой пол. «Мы не ели, мы не пили, бабу снежную лепили», писала знаменитая детская поэтесса Агния Барто. Да, именно бабу – существо женского рода. Еще во времена язычества наши предки лепили снеговиков, которым доверяли самые тайные желания – разбогатеть, избавиться от болезни, жениться. А вот за хорошей зимней погодой обращались к снежной бабе, так как считали ее духом женского пола, управляющим погодой. К снежным скульптурам обоих полов относились с уважением. Недаром существуют русские выражения «мороз батюшка», «зима матушка». А январь в народе часто называли «снеговик». Как только в российских городах и селах выпадал первый снег, начиналась работа по лепке снежных баб. Причем делать их полагалось целых три. Большая баба была ответственна за хорошую зимнюю погоду, средняя – за урожайность. Маленькая, носящая смешное имя «крышня», отвечала за радость, веселье и счастье в доме. В европейских странах было принято ставить снеговика неподалеку от дома. Снежного человека украшали, одевали, даже раскрашивали. В общем, всячески ублажали. Сейчас уже мало кто верит в то, что снеговик может влиять на судьбу или менять погоду. Их лепят, чтобы развлечься, весело провести время. Но обязательные аксессуары все же остались, и они всем известны. А вот что они означали раньше? Надетое вместо шапки ведро символизировало достаток, финансовое благополучие. Метла в снежных руках помогала прогнать холода и притянуть к земле побольше снега для будущего урожая. Глазки из углей и другая косметика на снежном лице была для того, чтобы все горести и обиды ушли в прошлое. Морковный нос, естественно, олицетворял мольбу об урожайности, плодородии. Бусы из чеснока отгоняли бесов и прибавляли здоровье тем, кто жил неподалеку от снеговика. Такие вот интересные факты нашла я сегодня для вас. Продолжение следует...